Добрый день, мои девочки! Добрый день, мои подписчицы, девочки! Ну, с вами Провинцалочка, мы на карантине, поэтому я не очень-то тут с утра прихорашиваюсь, но на самом деле я сейчас буду готовить суп, и я вам покажу сейчас, вот я вам сейчас покажу мою стратегию на кухонном столе, потому что с утра у меня много планов, мне нужно использовать те продукты, которые уже у меня могут пропасть, поэтому нельзя-нельзя, сейчас я вам покажу, чем это делать, но не удивляйтесь, вот такое у меня вот на кухне иногда с утра стратег-плане такое, что я всё ношу-ношу на стол, выкладываю-выкладываю, а потом не знаю, как это перевести в порядок. Вот, смотрите, я сейчас буду варить суп из сухого гороха, я его замочила, но я его замочила только для того, девочки, ну, чтобы потом живот у нас, как говорится, не пучило, господи, простите меня, и в моём супе будет, девочки, лук-порей, в моём супе будет запечённая тыква вместо моркови, я не буду добавлять ни картошку, эта картошка у меня совсем для других целей, я буду делать фаршированную тыкву в духовке, нашла сегодня, ходила и искала кое-что, нашла вот эту посудину, это ещё когда я работала в магазине, слушайте, у нас вот в такой посуде привозили крестьяне, там всякие, как их называют, зельцы, там всякие консервы, не знаю, вот это всё, что нарезается, и вот это всё оставалось в магазинах, и мы потихонечку просили у людей, которые работали в этом районе, они нам вот раздавали такие прекрасные блюда, у меня ещё парочку есть, вот захотелось именно в этой кастрюльке сделать что-то в духовке, а суп я буду делать мультиваркой, и сейчас я сделаю опять же свой маскарпоне из оставшегося молока козы, и уже муж пришёл, и мы будем сейчас обедать, поэтому у меня всё это сейчас перейдёт на послеобеденную работу, как-то темно получается, да, и вот я срезала себе листик лавровый, лавровый, я его сейчас вымою и буду засушивать, чтобы оно всегда у меня было под рукой. Девочки мои хорошие, вы видели, что я разрезала вчера, позавчера тыкву, уж не помню в какой день, позавчера, по-моему, и сейчас я её до, как бы, сегодня я её полностью доделала, посмотрите, я немножечко заморозила, то есть оно у меня нарезано вот на вот такие кусочки, почищено, нарезано, дальше посмотрите, у меня семечки, семечки я промыла, у меня на канале есть видео о том, как я сушу семечки, что я с ними потом делаю, потом я их перемалываю и употребляю, как приправки, это очень вкусно, полезно, так, вот потом этого я всё это потом прикрою ещё плёночкой, пускай сохнут, а можно не прикрывать, чтобы сначала благо будет, то есть вот у меня такой маленький, вот такой плато из силикона, но я натянула плёнку пищевую, потому что вот, вот это такая, знаете, как тонкая шелуха, вот такая вот, как эта оболочечка, если она приклеится к вашему блюду, это потом останутся пятна навсегда, я этого не очень люблю, вот, и сейчас я буду делать гротан из тыквы, и покажу вам, как я это делаю. Значит так, мои хорошие, я одну оставила перчатку, потому что очень закрашиваются руки, поэтому, смотрите, у меня вот таким образом нарезана тыковка, я хотела сначала сделать гротан с картошкой, с луком, но решила потом, что сегодня я сделаю чисто этот гротан, можно сказать, гротан до фенуа, как вот я с картошечкой готовила, но это будет только чисто из тыквы, мне понадобится, так, значит, я сюда добавлю чеснок молотый, я сюда обязательно добавлю мускатный орех в тыкву, перец, и опять же, сухой имбирь, который у меня стоит в другом месте, вот, сухой имбирь, порошок у меня, и сейчас мы сделаем все очень просто, естественно, что нужна соль, нужна соль, обычная соль, присаливаем, так, как же мне вам показать, вот, чуть-чуть я присаливаю, тыква сладкая, поэтому сахар добавлять не буду, и сейчас мы сделаем заливочку, все настолько просто, что даже смешно, что я делаю, смотрите, как, я присолила, я приперчила, сразу я добавляю мускатный орех, это просто друг нашей тыквы, мускатный орех, дальше перчик и имбирь, мне вот так проще добавлять в тыкву, потому что, так, ну, вот с пол имбиря, так, знаете, так, ну, третью часть чайной ложечки, потому что приправы иногда, ну, не очень хорошо, размешиваются в молочной яичной смеси, поэтому вот так, вот, смотрите, я сразу все перемешаю, окей, дальше оставляем это, делаем наш, нашу заливочку, значит, разбиваем два яйца, ого, смотрите, у меня яйцо с двойным желтком, представляете, какие у нас курочки, молодцы, недаром мы их кормим, так хорошо, разбили два яйца, дальше, немножечко размешали, так как я уже присолила, приперчила свою тыковку, то я просто взбиваю яйца, никаких, я не добавляю, абсолютно никакой муки, я добавляю сюда сливки, здесь вот баночка, 250 миллилитров, но я только миллилитров 200, 250, у нас сколько здесь, вот я даже не вижу, нет, здесь 200 миллилитров, это 150-170, не больше, чуть-чуть оставляю себе, значит, будет много, так, окей, в принципе, мы готовы, и я, смотрите, вот у меня уже натертый сыр, здесь буквально сколько, 100 граммов сыра, 80 граммов сыра, вот я 40-50 граммов добавляю сыра сюда, и, наверное, я сейчас добавлю еще капельечку молока, потому что густовато получается, так вот, немножко, смотрите, обезжиренного молока, не могу вам сказать пропорции, делаю все на глаз, надо, чтобы оно было не как густая сметана, а как жидкая сметана такая, как обезжиренная жидкая сметана, все, в принципе, мы готовы, теперь берем нашу тыковку, и просто заливаем сверху, естественно, если вы будете делать много, я бы вам не советовала делать сразу много, ну, в зависимости, какая у вас семья, конечно же, но, это же можно делать с отварной тыквой, то есть, либо на пару обработанной, тогда ее вообще там надо будет 15 минут запекать, ну, а я вот так вот с сырой решила, она еще выдаст немножко сока, поэтому, видите, я вот буквально, чтобы только-только, сыр бы еще туда-туда, давайте я немножечко помешаю, чтобы у меня сырок спрятался, иначе он будет гореть, вот, я не буду закрывать никакими крышками, все это у меня будет запекаться на температуре 200 градусов, в течение, сначала поставлю минут 40, тыква готовится очень быстро, поставлю на 40 минут, потом посмотрим в разогретую духовку, вот, единственное, что сверху можно было бы посыпать сразу семечками тыквенными, они у меня и есть здесь, вот, у меня здесь есть вот перемешанные, но я не буду, потому что не хочу, чтобы горело, потом украсим в конце, но, допустим, я сейчас возьму и посыплю, это вот у меня жмых тыквенный, из тыквенных семечек, вот, которые я, кстати, вот все сушу для чего, я вот так вот сверху посыплю, это придает вкус грибов, орехов, это будет очень-очень вкусно, все, мои хорошие, мы пошли в духовочку, на 40 минут, вот, посмотрите, прошло 45 минут, посмотрите, какая красивая запеканка, афа, обалденная, там он даже, если присмотреться, смотрите, видите, сырок даже, видимо, такой растаял, так, плохо, знаете что, что вот это, вот я когда перемешивала все, осталось немножко, это будет трудновато мыть, но не важно, теперь, смотрите, я беру семечки, и просто вот так вот посыпаю, у меня тут смешанные семечки, подсолнечника, и тыковки, и посмотрите, какая получается красота, теперь я ставлю обратно в духовку, наш гротан, нашу запеканочку из тыквы, потому что в любой запеканке нужно обязательно постоять, чтобы она, как бы, впитала в себя всю жидкость тыковка, и потом уже ее можно будет нарезать и подавать на стол, ой, мне кажется, это будет очень вкусно, я, конечно же, когда буду пробовать, я вам об этом расскажу, И смотрите, теперь у меня мой обед, это у меня тыквы запеченные в духовке, макарошки и соус болонезе, сбалансированная тарелочка, вкусняшка. А по телевизору только и показывают, что люди не соблюдают порядок, и столько уже больных, что уже залы начинают, спортивные под это готовятся. Смотрите, смотрите, Мэгги, смотрите, где она лежит, она лежит напротив дома Роже, потому что он обедает, и он обязательно ей что-нибудь даст, представляете? Потом она вернется домой, здесь чем-нибудь полакомится, потом она пойдет искать дырку, чтобы пробраться в курятник, да есть хлеб за курами, и вот так вот целый день она в заботах, понимаете, что мне остаться вот, но она у нас не умрет вообще от голода, естественно, эта собака, потому что она такая ласковая и красивая, что ее все абсолютно любят. А куры сегодня, девочки, я ходила к Роже, он сегодня поедет после обеда в магазин, я ему список там давала, чтобы он, может, если мука есть, чтобы килограмм муки мне взял, апельсинов, мандаринов, лука, и куры стояли в очереди, чтобы подняться по трапу в курятник, бьются за место, представляете? Такой большой курятник, столько у них там места нет. Слышите? Кудахтают там. Ну, вот. Слушайте, с другой стороны, так хорошо, что у нас есть хозяйство, эти курочки, эти собачки, знаете, вот занимаемся, вот мои нарциссики уже, видите, отцвели. Девчонки, полно бутонов роз, вот просто полно, полно, полно. Сегодня такая паспорная погода и достаточно прохладно. Я не знаю, буду ли я работать после обеда в саду, у меня очень вчера болело колено, прям даже я пила деклофенак, не смогла заснуть. Делала вчера, сидела маникюр, смотрела фильм, обработалась, где тут у меня это? Хочу вам показать. Обработала свои ноготочки, так, слушайте, даже не фокусируется камера, даже не смогла это, доставала машинку, обрабатывала немножко уголки возле этих, ну, вот здесь вот уголки, да, пальчиков, даже через перчатки забивается грязь, девочки, как коротко не стригу ногти, все равно. Вот, поэтому я сейчас такая уже с маникюром, можно сказать. Красотища. Красотища. Меги, киска чу филе ба, мабеля? Киска чу филе ба? Вьян и си. Я говорю, что ты там делаешь? Иди сюда. Так раз поднялись. Вьян, мабеля, вьян. Думает, ладно, ну, меги, иди быстрее, бил, не видно мне тебя за моей хурмой-то. И вьян, мабеля, вьян? Вьян, мабеля? Такая идет, такая, в развалочку. Думаю, что, уже дадут, что ли, что-то раззавет уже? Там дети, вон, у нас играют. Откуда дети? У нас там только один ребенок. Они что, в гости друг к другу едут? Девочки, ну, поэтому вот. Французы не понимают, что такое карантин. Не понимают. Морис понес там ромашечку мою на летнюю кухню. Прям чувствуется похолодание. Смотрите, это Рожей ездил в магазин, вот он мне привез. Нет муки, девочки, муки нету. Вот я просила апельсины, бандарины, два огурчика, два сыра. Ну, что сегодня врач прям в обед выступала, говорит, мол, типа, оставляйте на улице, на час, на два. Потому что спрашивают, можно ли в холодильник сразу класть сыры, там вот все. А на фрукты, овощи обязательно мыть, прежде чем положить в холодильник. Если вот есть такие средства, которые можно вообще фрукты, овощи мыть, это было бы сейчас идеальным, конечно. Вот, поэтому вот я оставила, потом занесу домой. Естественно, что апельсины, мандарины я сразу выема, огурцы тоже, и лук я потом положу на место туда. Ну, вы, девчонки, послушайте, вот, я пойду на следующую неделю, рожать, уже что-то привезу. Чего нам шляться? Каждый за это, раз уже такая ситуация. Но говорит, что в магазине свободно. Кассирам поставили такую защиту. Из этого, из, ну, не из стекла, такой вот, пластик такой. Ну, хорошо. Это правильно они сделали. И для клиентов лучше, и для покупателей, и для них же, естественно, самих. Вот, а я сейчас пойду выпью чаю, и пойду я делать маску на лицо. Сегодня я уже в саду работать не буду. Я сейчас выпью чайку. Я его, правда, уже заварила, наверное, час назад он уже у меня настоялся, достаточно крепкий, поэтому я его разведу кипяточком. Ну, еще такой тепленький, но я тут пока готовила, сразу не выпила. Вот, и, ой, девчонка, запах идет, вы представляете? Чай цвета виска у меня постоянно. Но это уже последняя, пятая коробочка из вот этой вот коллекции, которую я привезла с Дьюти Фри себе. Сейчас вам прочитаю, что вот именно в этом чае. Сначала попробую его. Чаи вообще великолепные. Так, девочки, одеваю очки. Вот сейчас я этот вам прочту чай. Остальные, конечно, не буду, потому что, так, прочитаю, а что, я увижу тут, что ли? Так, с тысячи... Кусмичай. Кусмичай существует с 1867 года. Представляете, как это? Давно. Так, здесь, значит, находится... Так, давайте я буду читать. Может быть, вот так мне даже и лучше. Здесь смешан зелёный чай, потом мате, то есть это там... Ну что, мате. Зелёный чай мате и планты, ароматизе... О, ананас, видите? Значит, 36% зелёного чая. Потом какие-то семена до... Синур-одон. Потом мате-чай 17%. Рубуа. Манта-мята. Ароматизатор ананаса. Потом ещё семена гуарана. И листья... О, девочки, листья... Крапивы, орцы. И также питали до турнисоль. Лепестки подсолнечника. Представляется? Ничего себе. Питали до турнисоль. Никогда не слышала о таком. Девчонки, чай вообще пахнет. Вообще великолепно. Вкус у него тоже шикарный. Слушайте, мне просто повезло вот с этим выбором. Потому что там было 5 или 6 разновидностей сборных коробочек. Конечно, ананас вообще хорошо слышен. Очень-очень-очень вкусный. Поэтому вот кто в Доти Фри будет, обратите внимание. На коробочке, на такие вот подарочные Кусмити. Это достаточно дорого. Я думаю, я платила около 25 евро. Но он у меня какой-то был и самый дорогой. Они есть чуть-чуть и подешевле. Вот, но франшеман. Ну вот, хочу вам сказать честно. Я, конечно, получила вот все, вот это 5, все вот эти чаи, которые я пробовала. Они все великолепные. А что же вот в этой было баночке, которую я вот в прошлом видео вам говорила. Так, здесь было желтенькой. Вы знаете, как очень мне плохо видно. Очень мне плохо видно. На желтом фоне, наверное, я даже и не прочту. Это надо мне брать лупу. Так, что здесь? Тоже есть маты, тоже есть рабуа. Потом есть что-то. А есть фенхель. Это, кстати, на немецком на каком-то написано. А где на французском? Ничего не вижу. Так, так, так. Мята. Видите, на французском что-то я не вижу. Хотя вот здесь, что ли. Тоже мята. Здесь фенуй, то есть фенхель. Ароматизатор грейпфрута. Семена гюрана. Потом писанли. Это писанли, это одуванчик. Ничего себе, какие чайы, девочки. Так они еще это. И еще такие полезные для здоровья. Молодцы. Нет, очень-очень-очень приятные, конечно, эти напитки. Очень приятные. Ну, все. Так и слышится уже прямо на улице. Холодно, серо сегодня. Достаточно холодно. Я сегодня даже теплицу не открывала и не отключала. Ну, что, мои хорошие. Понесла обратно своей пеларгонии в теплицу. Но вот этот большой, большой, наверное, поставлю в комнату к Меге. А эти цветочки отнесу в теплицу, потому что целую неделю обещают. Холод. И мужу сказала ромашку поставить возле барбеку туда, на летнюю кухню. И фуксию тоже, девочки, я занесу. Быстрее всего, либо в Бельвисту туда, за летнюю кухню, либо к Меге. Ну, представляете? Вот так вот. Ну, я думаю, что зацвели яблони, и поэтому вот этот холод идет. Ну, а все остальное, девчата, что вот стоит, пускай стоит, акаш, что вы хотите, чтобы я сделала? Я ничего не могу сделать с этим. И вот посмотрите, какой у меня прекрасный, распрекрасный получился гороховый суп. Здесь еще в середине должно быть яйцо пашот, но я его уже не делала сегодня на ночь. А это у меня тыквенное масло, вот это черное, а красное это соус, такой вот острый соус чили. Так что приятного аппетита, девочки. Он божественный этот суп, он просто шерезко-себон для супа. Требон. Требон. Велюте. 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 Велюр. Велюр. Привет всем, привет, мои хорошие. Сегодня 24-й день. Это марта, послушайте, у нас холодильник. Вот именно сегодня ночью обещают, сегодняшнюю ночь обещают заморозки. Ну, во всяком случае, но и градусов. Сейчас, вот смотрите, 7 градусов, где-то 7-8 градусов на термометре. Я бегу посмотреть мою теплицу, как там мои сеянцы. Послушайте, холодильник вообще. Я вчера уже не работала после обеда. Было, даже, смотрите, даже наши маргариточки не раскрылись. Потому что нет солнышка. Нету солнышка. О-о-о-о, цветет вето слива. В том году не было ни одного цветочка. Надеюсь, что в этом году будут сливы. А в том году она даже и не цвела. Ветер, ветер. Камера не фокусируется. И даже что-то мне такое пишет, что-то на голову капает. И что это? Да, шпинат мой не взойдет, конеч. О-о-о, что-то мы тут расфокусировались. Вам не как? И еще я вот так вот занесла все свои поливашки опять в теплицу. Потому что бы водичка грела, чтобы поливать цветочки без стресса. Девочки, вы что значит? Послушайте, все-таки вот никуда мы не ездим. То есть я в саду работаю, но и дома тоже копаюсь. То смотрите, у меня две вообще обалденные книги. Одна вообще полностью посвящена розам. Причем розам общепризнанным. Послушайте, я вам буду делать обзор этой книги потихонечку. Вот. И вторая книга по огороду. Тоже это и цинклопедия по месяцам. И чего тут только нет. Это и про инструменты, и про любые саженцы. Все, что хотите. Всякие. Вот скажите, вам интересно это все. Будем рассматривать. Ну вы сами понимаете, что такие видео будут только для избранной публики. Тех, кто любит огород. Сад огород. Поэтому я не знаю, стоит ли мне тратить на это время. И потом у меня же куча журналов. Я же когда-то очень сильно увлекалась розами. Вы же все видели мои розари. И кто не видел, посмотрите. У меня есть видео про мои розы. Есть слайд-шоу. Которые сделаны из моих фотографий. Именно моих роз. Все собственно ручное. Поэтому я не выбрала свои вот эти. У меня тут целых три каталога. От Остина. Есть польские розы. Есть Андре Эва. Такой весь сайт. Это очень дорогой сайт. И розы там конечно шикарнующие. Но и дорогие. Я уже мужу сказала, что этой осенью я буду обновлять. Розы. То есть буду заказывать по осени. Сажать. И вот у меня два каталога. То, что я держала каталог. Каталог Мияна у меня есть. Конечно. Там не только розы. Там еще и цветы. И вот у меня. Посмотрите. У меня это только то, что я еще сама не смотрела. Вот эти вот все журналы. Которые я выписывала. В этом году девочка ничего не выписывала. Потому что уже не места нету ничего складывать. Не. Тоже можно полистать потихонечку. Найти бы только время. Понимаете. То есть журналы есть. Времени их просматривать нет. Вот это вот свежие журнальчики. Я еще даже их и не смотрела. Честно сказать. Тоже красотень такая. Я не знаю, когда мне делать обзоры на них. Либо хотелось так вот в прямых эфирах. Знаете. Чтобы можно было поговорить о чем-то. Опять же. Такие прямые эфиры у нас будут по три часа длиться. Тоже не дело. Вот. Потом есть вот тоже такой журнал. Смотрите. Я когда-то... Ой. Это какого там года? Чтобы вам не собрать. Я без очков стою. Какой-то может 12-й год. Ну не 12-й. Так. Ну не вижу где мои очки. Потом посмотрю. Ничего. У меня вот 20. Тут каких-то роз. 50 роз вернее. Ну вы знаете. Я так сильно не нашла в нем ничего такого полезного. Но сам по себе журнал неплохой. Ну вот храню я. Вот. То же самое. Смотрите. Тоже все. Ну короче. Девочки есть. Мне что вам показывать. О чем говорить. Как найти время. И как влаживаться. Видео по 15 минут. Вы сами понимаете. Что это нереально. Потому что если я вот одну только начну книгу. Я не знаю. Раз за пять мы ее просмотрим или нет. Потому что она. Это энциклопедия. Рос. Самых популярных. Они тут разделены на все подгруппы. То есть. Обильно цветущие. Цветущие один раз. Но по 2-3 месяца. Розы там допустим для бордюров. Розы плетистые. Розы лианы. Ну короче. И на каждую розу есть небольшая характеристика. Вот это вообще книжка идеально. Это мой подарок. Когда-то мне дарили. На Рождество. По-моему дочка его. Вот. Поэтому девочка. Представляете. Какое у меня тут богатство. Но это только маленькая толика. То что вот у меня здесь приготовлено. Вам показывать. И просто у меня на это не хватает времени. Вообще конечно у меня очень много. Особенно журналов. По садоводству. Субтитры сделал DimaTorzok